Продолжение следует... Преимущество — это то, что все эти люди обладали блестящим классическим образованием. Так случилось, что в Российской империи по образцу империи прусской и гаусбургской очень большое влияние уделяли классическому образованию, начиная с гимназий. В гимназиях уже читали какие-то диалоги Платона, читали трагедии Софокла, отрывки из Гомера. И, конечно, латинская классика, там, социрон и так далее, стойки. Это была обязательная программа. Поэтому, когда шли люди в университеты, они уже усиливали свою классику. И классический филолог — это человек очень обширных знаний. Вот мы с вами в разговорах упоминали Вернера Йегера. Так вот, пример Йегера покажет, что классический филолог — это всё. Это и философ, и знаток античной истории, античной культуры, античной поэзии. То есть ему непозволительно быть только знатоком языка. Языки — это только ключ. И поэтому такие вот блестящие вещи, часть из переводчиков, например, я прослеживал их жизненные биографии, чтобы лучше понять их стиль. Например, перевод «Государство» — это перевод Ягунова. Я когда о нём прочитал, это очень интересная история. О человеке, который был родным братом морского офицера до революции, который был блестящим поэтом и писателем, написал несколько блестящих романов, провёл в сталинских лагерях значительную часть своей жизни в 30-х годах. В 45-м году бежал в Западную Германию. Он некоторое время был переводчиком у советских танкистов в Берлине, когда советские власти вошли. И после этого он бежал в Германию, и здесь вот союзники ещё были со Сталином в друзьях и выдали Ягунова обратно советским властям. И он снова провёл в лагерях ещё 10 лет. Его мечтой был Платон, его окрылял Платон. У него была мечта перевести как можно больше диалогов Платона. Он их начал переводить ещё с конца 20-х, начала 30-х годов. И в этот четырёхтомник входит несколько его переводов, но самое главное — это государство. Какой минус? Минус в том, что все они блестящие филологи, но это разные переводчики. Русский четырёхтомник собрал разных переводчиков. Поэтому очень трудно проследить в целости закономерности терминологии Платона. Те же самые термины Платона, оригинала, переводятся по-русски и по-разному, потому что переводчики разные. Это, кстати, и с Аристотелем история та же самая. В результате человек, который не читал на других иностранных языках Платона, и не читал в оригинале Платона, ему трудно собрать картинку, потому что непонятно, в каком фрагменте о чём идёт. Вот я переведу только один пример. Диалог Горгий. Очень важный диалог, где Сократ говорит о том, что для нас наиболее важны две вещи для нашей души, для того, чтобы владеть собой. это «справедливость» и там в русском переводе «воздержимость». Воздержимость. Когда мы смотрим на слово «воздержимость», это очень красивое слово. Когда я впервые читал в конце 80-х, начале 90-х, я посмотрел, что это за слово, а там «софрофсина». А в других диалогах это совсем другое русское слово. Это иногда рассудительность. Иногда нам Лосев предлагал вообще переводить как «целомудрие», если бы русский язык не зафиксировал за «целомудрием» только очень узкое значение — быть целомудренным. Ну, буквально, это целостная мудрость. И вот это показывает, если бы кто-то решил исследовать теорию «софрофсина» в диалогах Платона, опираясь на русский перевод, он бы не смог собрать эти тексты, к сожалению, потому что это только один из пониманий. Но вот я обозначил, то есть есть лучше переводы, есть хуже переводы, но нужно... Я думаю, что когда-то понадобится билингвы, двоязычие, чтобы был греческий текст, был русский текст. Украинские переводы уже есть. Хороший перевод мне нравится пир. Не то, что хороший, но профессиональный. Видели вы пир украинский? Да. А вот кто видел, кто нет? Бенкет. Бенкет. Он был переведён в УКУ. В УКУ очень блестящую серию переводят двуязычных изданий. Я там редактировал, писал передисловие к Ансельму Контерберийскому. А Бенкет, это был первый опыт, перевела классический филолог из Львова Уляна Гуловачи. Уляна Гуловачи. И интересно, что на основании этого перевода во Львове в театре было поставлено спектакль. И это всё происходило. Как бы Платон оживал, это вообще всё прекрасно. А предисловие к пиру, украинскую Бенкет, написал Джованни Раал. Это очень хорошее введение в тематику пира. Есть, конечно, другие переводы, но не более старые и без греческого, без комментариев, это «Держава» и ещё ряд диалогов. Ну, как-то на отдельном занятии об этом поговорим вообще. В украинском Платон. Ну, я теперь перехожу к своим темам. Вначале мы договаривались, если вдруг у вас будут возникать вопросы, может, за течение недели вопросы. Мы можем или начать с них, или потом в конце оставить время для вопросов. Подумаем, как нам будет удобнее. Если сейчас нет вопросов, если вы будете потом на протяжении сдавать занятия... Можно один вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в прошлый раз вы смогли ответить, что каждый человек и природный философ. А как вы понимаете для себя, если это очень лично, цель философии? И как вы объясняете людям цель философии? Я сейчас скажу своими словами, а потом словами Платона. Цель философии — реализовать своего внутреннего человека, реализовать самого себя, как можно более полно. В каком-то... Вот у нас была беседа когда-то с Алексеем Арестовичем отдельная, и я переформулировал слова Бродского. Поэт Бродский сказал, что поэзия — видовая цель человека. Потому что мы все пользуемся речью, а поэты — мастера речей. Но мне кажется, что философия — видовая цель человека. Потому что за речью стоит мысль, сознание. И главная задача человека — вести сознательную жизнь, вести сознательное существование, осмысленное существование. В этом единственное может помочь философии. Сегодняшняя наша тема будет тоже об этом. А теперь словами Платона. По всем диалогам, и вы это знаете прекрасно, но это остаётся тайной. На эту тему существует много исследований, но это непрояснённая проблема. Проблема сократовского дайма. Есть даже неканонические диалоги, где теория даймона пытаются, авторы не Платон, а платоновская традиция поздняя, пытаются объяснить, что это такое. У Сократа только в каких-то отдельных упоминаниях есть. Это трудно собрать в один текст. Но теория даймона, работают в связи с изречением «знай себя». Мы сегодня будем об этом говорить. Несколько диалогов обыгрывают эту дельфийскую надпись. У нас это осталось от античности, как крылатое выражение «познай самого себя». Но с греческого буквально «знай себя». Платон строит свою философию вокруг понимания того, что такое вот это сам себя. Кто такой этот сам? Кто такая эта моя самость? Эти мотивы мы находим, как в апологии Сократа, так можно найти стержневые линии, где теория «знай себя» постоянно проходит. Например, я могу провести такие линии. Это «Алкевиат-1». Сегодня я его упомяну. Неоплатоники считали это вступлением в философию Платона. Это «Хармит», где, на примере «знай себя» впервые традиция философская осмысливает саморефлексивность, умение взглянуть на себя, умение себя увидеть. И вплоть до зрелых поздних диалогов. Вот эта теория себя, теория самопознания, теория сознательной жизни обыгрывается. А Даймонд Сократа приводится как пример. Точно так же, как в апологии он говорит, что Бог избрал меня в качестве примера. На одной из лекций по дичной философии я об этом говорил подробнее. Сейчас не буду об этом говорить. Так вот, в диалоге Тимеи, где вообще-то как такового диалога и нет, там такие очень большие описания, Платон обыгрывает Даймонд и слово греческое «счастье» — «эдэмун». Если читать буквально фрагмент Тимея, там речь идет о том, что задача человека, задача философа — пробуждать себе Даймонд. То есть Божественное начало. А Божественное начало — это и есть внутренний человек, это и есть наше «я», которое проходит через все диалоги Платона. Мы счастливы тогда, когда пробуждаем себе Даймоническое начало, то есть Божественное начало. Когда мы становимся подобными Богам. Потому что в Тимея философия — это уподобление Бога. Философия описывается уподоблением Бога. Мне всегда очень нравятся такие сюжеты, потому что они показывают сквозную связь всех диалогов Платона. Что ни один диалог нельзя читать в открытии. Это всегда целостность переходящих линий. Одна линия начинается в одном диалоге, продолжается в другом, потом продолжается в третьем, а в четвертом она скрывается. И вот в данном случае, вот «Айдемония Даймон» — это ответ на ваш вопрос о предназначении философии уже словами Платона. То есть быть счастливым. Но по-русски это ничего не означает. Потому что русское слово «счастье» не открывает нам... Может быть, если бы я был сейчас этимологом выдающимся и исследовал язык, может быть, что-то здесь от участия, причастности к чему-то. — Причастности. — Да, причастности к чему-то. Но не объяснено там, к чему же мы должны быть причастны. Да, это причастность к чему-то. «Частье» — это если мы должны быть частью чего? То, частью чего. Хорошо, если потом уже по ходу. В прошлый раз, помните, как работает память, повтор в двух минутах прошлого занятия, я говорил, почему мы каждый человек по предназначению философов, почему мы по природе философы. Ответ на этот вопрос я предложил с помощью трёх примеров. Особенности нашей памяти, нашего восприятия или нашей чувственности и нашего сознания. И моя главная мысль состояла в том, что они так устроены, и память, и восприятие, и сознание, что они могут удерживать, передавать только тогда информацию и Знания, когда это целостное собирание. Память — это всегда забота о целостном собирании. Восприятие тоже. Сознание существует, функционирует тогда, когда у нас есть картины. Которое мы собираем. Сегодня я хотел сделать ещё шаг дальше и в свете прозвучавшего вопроса описать... Все следующие занятия — это раскрытие философии в её главных проявлениях. Сегодня я хотел бы говорить о философии как внутреннем мотиве развития человека. в внутреннем мотиве развития человека. И здесь я тоже сделаю три шага, представлю три примера. Первый пример. Нам здесь поможет слово «удивление». известно, все, кто занимается философией, помнят эту фразу. Что философия начинается с людьми. Второй момент — это вопрос о том, как можно описывать философию — это наука, искусство или способ жизни. Когда мы читаем вступление философии в университет специально — это какая-то прикновение. Мы должны рассказывать студентам, что это наука, иначе нам не будут платить денег. Но, с другой стороны, мы можем намекать, что это всё-таки и искусство. Но иногда упоминать, но не для того, чтобы это сдавать на экзамены, что всё-таки это способ жизни. За способ жизни не дают и помню. Способ жизни не включён в перечень в аховской дисциплине. Поэтому вот это коллизия. И целостное знание. Мы сегодня должны завершить первой главной характеристикой философии. «Философия учит целостному взгляду». Почему это важно? Я, исходя из своего опыта, попытаюсь показать также на примерах. Потому что целостный взгляд на мир связан с нашим достоинством. Фрагментация знаний, распад знаний, утеря нашего достоинства. Вот такие три шага, которые мы сделали. Первое. Философия начинается с удивления. Эта фраза много раз упомянутая у Платона. А Аристотель её использует уже как общее место. Общее место не значит, что это плохая мысль. А общее место значит уже популярная, распространённая фраза, которая воспринимается как догмат. И вот в самом начале метафизики, в первой же главе, тут на странице 67, читаем. Вот та фраза, что люди от природы стремятся к знанию, о которой я говорил. А как он её доказывает? Доказательством тому влечение к чувственным восприятиям. Странное доказательство. То есть он говорит, что все мы по природе стремимся к знанию, а доказательство этому — наше чувственное восприятие. Почему он дальше пишет? Потому что чувственное восприятие, вот извините, я процитирую всё-таки, «Ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, в больше всех зрительное восприятие, ибо виденье мы предпочитаем всем остальным восприятием, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать». Первый неожиданный ход. Чувственное зрение, зрительные образы существуют в нас не только для чего-либо, но и для самих себя. Они обращены на самих себя. Это уже вызывает удивление. Например, кошка на нашем подоконнике или собака в нашей комнате, или прогуливающаяся по лесу лось имеют зрение, но у них нет зрительного удовольствия и рассматривания зрения ради видения. Аристотель хочет сказать, что зрение человека обращено на само себя. И здесь звучит очень важный мотив, который позволит нам сделать и второй шаг. Уже зрение в нас указывает на значительную часть неутилитарных наших знаний. То, что мы, люди, можем делать что-то не ради чего-то. Например, сексуальные отношения животных ради продления рода, или ради удовольствия, или охота ради добывания пищи. Всегда ради чего-то. Животное ничто не делает просто так. Может быть, игры, но игры тоже приспосабливают животное к будущей охоте, или к будущим брачным периодам. В то время как человеческая деятельность саморефлексивна. Вот после этого и звучит тема, которая выводит нас на удивление. Аристотель утверждает, что кроме зрения мы обладаем еще опытом. Опыт возможен благодаря памяти и рассуждению. А телос, рассуждение, главная часть нашего мышления. Это попытка устанавливать причины. То есть мы с вами спрашиваем о причинах. Мы с вами существа, которые спрашиваем «почему?». Мы спрашиваем «почему?». И вот те люди, которые вдруг стали задавать вопросы «почему?», без какого-либо утилитарного, без утилитарной цели. Вот они и были первыми философами. Они спрашивают «почему?», но их «почему?» не для чего-либо, а для чего-то самодостаточного. И здесь и возникает тема удивлений. Естественно, потому что тот, кто сверх обычных чувственных восприятий, первый изобрёл какое-то искусство, вызвал у людей удивление. Не только из-за какой-либо пользы его изобретений, но и как человек мудрый и превосходящий других. Видите, мотив. Тот, кто придумал это «почему?» не заинтересованное, он вызвал удивление у людей, и его стали называть мудрецом. И, наконец, на странице 69. «Ибо и теперь, и прежде удивление побуждает людей философствовать». Причём вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем мало-помалу продвигались таким образом далее. Они задавали вопросы о более значительном. Собственно, в другом тексте Аристотеля, и он дан в фрагментах ранних греческих философов, он отличал мудрецов от просто рассудительных людей. Мудрецы там — те, кто — это софос, а просто рассудительный там — фронимос. Так вот, софос — это те люди, которые спрашивают ради самого знания. Вот так вот проводит Аристотель эти водоразделы. И вот Аристотель, а потом мы ещё проилюстрируем Платоном, я хотел бы перейти к тому, что здесь мы сталкиваемся с самым главным, с самой главной проблемой. Мы это всё повторяем с такими радостными лицами. Философия начинается с удивления. Философия — это занятие неутилитарным, не то ради чего, не для чего. Но возникает порыв, когда мы удивляемся вопросом. И ещё более важно в нашем с вами деле этот вопрос о том, как вызывать удивление в других людях. Собственно, два главных вопроса. Это практикование опыта удивления для самих себя, чтобы мы не переставали удивляться. Если мы перестаём удивляться, мы перестаём быть философом, следовать этому тезису. И в другом, как вызывать удивление у других людей. Вот эти два главных вопроса, они практические. Философия играет большую роль. И вот здесь я предлагаю вам потом уже после занятий попрактиковать и подумать, как вы приходили к философии. Ваше общение с людьми, которым вы преподавали философию, и как вы наблюдали опыт удивления в других людях, начиная от того, как изменяются их лица, и заканчивая тем, как изменяется их отношение к каким-то вещам. Но, к сожалению, практически, скажем, технически, на уровне техны ответа на этот вопрос нет. Это одна из проблем современной детской психологии. Мы не знаем, как вызывать в детях интерес. Здесь интерес я буду как синоним удивления употреблять. Если бы мы точно знали, это было бы похоже на технические упражнения. Мы бы знали, на какие клавиши надавливать. Например, мы знаем, как обучить человека какому-то навыку, как научить его пользоваться инструментами, даже играть на скрипке. Мы можем человека научить. Пусть он будет плохо играть, как-то пилить, но он будет каким-то образом извлекать звуки. Но нет таких точек, которые позволяют нам вызвать интерес. Другой вопрос. А если бы эти точки когда-то были найдены, это было бы хорошо или плохо? И возможно ли это вообще? Это другая проблема. Но в данном случае я утверждаю, что наша задача основная. Поскольку мы не знаем, как вызывать удивление технически, создавать условия для удивления. И это создание условий всегда не является чем-то доктринальным, устоявшимся. Это всегда что-то живое. Это всегда часть практического опыта того, что можно назвать искусством, а не наукой. То есть когда мы говорим, что мы можем вызвать удивление в человеке, тут философия выступает не в виде науки, а в виде искусства. Потому что научным образом удивление нельзя породить. Но в принципе, если эту тему усиливать, то это соотносится с пониманием маевтического искусства у Сократа. Ведь маевтика — это... Хотя Сократ и говорит, что его вопросы призваны порождать знания в другом. Но также он говорит о том, что он сам не знает, он как бы ограничивает себя, как он не является носителем техны. И задача вопросов — порождение знания в другом. Это то, что знание порождает сама душа. Знание порождает душа человека, с которым ты беседуешь. А раз так, то твои вопросы не являются техническими вопросами. То есть моё вопрошение не должно автоматически породить удивление, или автоматически породить знание. Потому что знание порождает собеседник. Знание порождает тот, с кем я говорю. А если инициатива на его стороне, если он сам рождает знание, то я, как философ, только человек, который способствует. У Сократ поэтому и скрывается за образом своей матери Фенеретты. Фенеретты. Некоторые считают, что это не реальный персонаж, а что Платон измышл такой символ. И здесь дискутируют историки философии. Реально ли была мать Фенеретта, или это придумано для того, чтобы символически показывать то, что тот, кто порождает знание в другом, он сам не является технарём, который знает, каким образом, искусственным образом что-либо порождать. Что это является частью жизни органической. И вот теперь, как бы мы вышли тут и на Платона, я связываю искусство удивления с началом философствования. Что это не техническая вещь, она не вызывается автоматически. И я это связываю с моим фактическим искусством Платона. Только здесь нужно выйти за границы просто речей. Логосов. А если говорить о детях, то это также и начало, поскольку дети сразу не воспринимают логосы, то это в первую очередь воспитание их эмоционального и эстетического мира. Вот если себе измыслить систему образования философского с 3-4 лет, то в первую очередь это идёт постепенно воспитание чувств, эмоций, подготовка к тому, чтобы потом подключилось мышление, подключилось сознание. Если говорить о детском преподавании философии. Вот это можно чуть-чуть в это вылезть. Скажем, понятие знания о Платоне. Потому что имеют проблемы с знанием, что люди думают, что это только выкрыли. Да, только интеллектуально. Порождение знания. Да, порождение знания, но знание именно в значении целостном, знание, которое охватывает всю жизнь. Я об этом буду говорить вот на втором шаге. Что знание, не знание только научное, не знание утилитарное. Я начал с того, что удивление, сам Аристотель пишет, что удивление — это когда мы спрашиваем, почему без каких-то практических последствий. Именно потому, что это вызывает интерес. Именно потому, что это нас изменяет. Именно потому, что это нас преображает. И вот здесь теперь маленькое, чтобы мы будем двигаться так вверх-вниз, чтобы иногда сделать передышки. Вот передышка — это такие опытные наблюдения. И за собой, и за другими детьми. Все мы знаем, что дети задают такие философские вопросы. А также знаем, что именно детство закладывает главную память человека. Для ребёнка первые опыты настолько яркие, что в каком-то этапе 6-7-8 лет. Это запоминается ярче всего. Многие писатели, выдающиеся, потом в зрелом возрасте питались этими детскими воспоминаниями. Поэтому взгляд ребёнка абсолютно открыт и восприимчив. И воспоминания детства наиболее яркие. Для многих детство — это некое яркое пространство. Но потом с человеком что-то происходит. Вот эта яркость восприятия постепенно блекнет. И на каком-то этапе большинство людей перестают удивляться. Их восприятие не такое яркое, как в детстве. И постепенно на человека надвигается обыденность. Вот то, что говорил Аристотель об удивлении. Удивление — это выход за рамки обыденности. Для ребёнка нет обыденности. Для ребёнка нет повседнённости. Он впитывает новые яркие впечатления. Его глаза горят, он всё хочет узнать. Его желание узнать превосходит возможности родителей, потому что это настолько сильная энергия. Он постоянно, постоянно хочет, хочет узнавать. Но из-за этого, что мы теряем способность удивляться, мы забываем, что мы философы. Происходит этап забвения. Когда мы привыкаем к жизни, нам жизнь не кажется яркой. Мы перестаём удивляться миру. И в конце концов мы это же передаём детям. Мы забыли, как удивляться. Мы забыли, что значит быть философами. И мы не можем адекватно реагировать на интерес философских маленьких детей. Происходит то, что дети нас превосходят по яркости своих впечатлений и по желанию видеть что-то на более глубоком уровне. И поэтому, завершая вот этот первый тезис, я хочу сказать, что очень важно, когда мы говорим о предназначении философии, что это великая наука удивлений. И здесь важно поддерживать этот огонь в себе, наблюдая за собой очень внимательно. и учиться удивлять других. Но не так, что вот сейчас вот я пришёл и буду всех удивлять. Это возможно только если я сам удивляюсь. Это возможно, если я просто могу передать свой опыт удивления. Это не значит, что все могут удивиться. Это не значит, что из аудитории 30-40 человек или 10 человек, с которыми я говорю, все 10 должны попасть в точку, что их стрелы должны попасть в цель. Или пущенная мной стрела должна попасть в 10 целей, в десятки. Это всегда, всегда определённый вариант, всегда открытость и в каком-то смысле недосказанность и таинственность этого процесса. Мы всегда имеем дело здесь очень хрупким и неопределённым материалом, который требует благовейного отношения. Но вот это первый момент. И мне на моём небольшом опыте кажется, что опыт удивления и отвечает на вопрос о том, для чего философия. Мне кажется, что только опыт удивления даёт нам ощущение счастья. Потому что с удивлением мы видим, как мы постоянно развиваемся. Умение удивляться движет нами. Мы постоянно можем делать шаг и шаг вперёд. Это то, что способствует постоянному нашему развитию. Вы посмотрите, как горят глаза мастеров, которые чем-то увлечены. Когда мне бывает, очень редко, но бывает тяжело, я заряжаюсь от энергии, от увлечённости этих людей. Я смотрю интервью, я их слушаю. Хорошо, сейчас есть YouTube, например. Или я смотрю какие-то свои любимые записи каких-то дорогих у неё людей. В разных сферах. От музыки, кинематографа до биологии, даже и физики. Но эти люди дают мне эту энергию. Эти люди меня вдохновляют. Можно сказать, что это сообщество вдохновляющихся людей. Это сообщество людей, умеющих зажигать друг другом, удивлять друг другу. Такой важный момент. Если у нас вдруг пропадает эта энергия, мы, вот сообщество как раз присутствует на том, чтобы приподнимать этот наш тонус. Не знаю, есть ли у вас такой опыт, вы чувствовали это иногда. То есть другой человек к этому и приспособлен. И когда снова возникает это ощущение, мы чувствуем, что идём и дальше вперёд. Человек, который увлекается, за час может дать больше, чем учитель в школе или в университете, преподаватель в течение семестра. То есть это взрывная энергия, взрывная сила. Тот, кто удивляется, может передать любимый предмет невидимым образом, ярко и очень кратко. Он может заразить. Человек, который не может заразить, он может семестр, два семестра что-то читать. Это наше школьное впечатление. Кому не удалось увидеть учителей, выдающихся. Это пропавшее время. Мы не помним школьный период в плане учёбы. Мы не помним, чему мы там учились. Это какие-то обрывки. Запоминаются яркие учителя, яркие преподаватели. Вот этот первый момент. И если говорить, завершая примером из Платона, это диалог Мино. В конце, когда речь идёт о познании подлинных причин и первое у Платона, это один из ранних диалогов, переход от раннего к зрелому. Отличие знания от истинного мнения. Отличие знания от истинного мнения. Если говорить, если писать публически. Отличие эпистемы под токсы. Оттоксы. Отстань. В чём это отличие, пытается Сократ показать Мино. В конце этого разговора оказывается, что истинное мнение не менее полезно, чем знание. То есть в них есть польза. Мне кажется, что я знаю, как дойти пешком до Крещатика. И может оказаться, что это правда. А может оказаться, что нет. Или я знаю, как закатать варенье, как сделать вкусным варенье. Начинаю делать, может не получиться, но может получиться. То есть это мнение, оно может также давать хороший результат. Но Сократ говорит, что знание более ценное. И это удивляет Мино. Сократ. Значит, правильное мнение приносит не меньше пользы, чем знание. То есть Сократ пытается углубить сомнения Мино. Мино отвечает. Но не вполне Сократ. Обладающий знанием всегда попадает в цель. Обладающий знанием всегда попадает в цель. Обладающий правильным мнением, когда попадает, и когда и промахивается. Теперь мы видим, Эпистемы и Докса – это как два лучника. Эпистема всегда выбивает десятку. А у Доксиста, лучника, цель не всегда попадает, иногда промахивается. Сократ. Что ты говоришь? Разве тот, чье мнение всегда верно, не всегда попадает в цель, пока его мнение правильно? Мино. Это без сомнения так, Сократ. Вот я и удивляюсь. Почему же, если это так, знание ценится куда выше правильного мнения? Это первое удивление Мино. Мино. И Сократ начинает это удивление усиливать. Он спрашивает, ты сам знаешь, почему удивляешься, или мне сказать? То есть он его приводит в состояние удивления, а потом спрашивает, ну теперь ты знаешь причину своего удивления, или мне тебе помочь? Обнаружить эту причину. Мино, скажи лучше ты. Миноу стыдно признаться, что он не понимает, почему он удивляется, но удивление хватило его уже изнутри. И Сократ объясняет с помощью дедаловых статуй. Знаменитый пример. Да ведь ты никогда не обращал внимания на дедаловые статуи. Впрочем, может быть, у вас их и нет. К чему ты это говоришь, спрашивает Мино? К тому, что они, когда не связаны, убегают прочь. А когда связаны, стоят на месте. Ну и что же? И вот дальше идет критерий отличия эпистемы от Докса. Эпистемы — это такая работа с логосами, когда логосы постоянно связаны между собой. И когда они четко связывают причины со следствием. А Докса держит истинное знание, но не может увязать их и остановить. Это дедаловые статуи, которые постоянно убегают. Это проливает свет и на простую нашу лекцию. Так работает память и так работает сознание. Когда у нас нет эпистемы, у нас захлёстывает информация. По-гречески это было бы так — доксическая информация. И эту информацию мы не можем связать. Вот это связь. Если мы информацию увязываем в некие связи, то есть связываем логосы между собой, в устах Платона значит умение их обосновать. Это когда мы свои логосы можем обосновать. Связь логосов в терминах Платона — это обоснование. Или в его терминологии — давать себе отчёт. Логос дидонай — давать себе отчёт. То есть давать логос, если буквально с греческого перевести. Воздавать логосы. И это позволяет нам всегда попадать в цель. Вот это пример удивления, когда Сократ подводит собеседника к тому, что может сработать и то, и другое. Но почему одно ценится выше слова «ценное»? Именно потому, что мы по-другому работаем с информацией, по-другому подходим к тому, что мы называем опытом, что мы называем данными, которые приходят из внешнего мира. Вот то, что я говорил об удивлении, ещё здесь две минуты, вот эта тема вводится в начале метафизики с одним интересным таким умыслом, потому что дальше идёт речь о самой божественной из наук. Здесь Аристотель говорит о науке, которой мог бы обладать по праву и Бог. Помните этот сюжет? Я не буду цитировать, чтобы не отнимать время, а перескажу своим таким скупым языком. Он говорит о правле поэн-симонит, который говорит о том, что наша природа, человеческая природа подлая, рабская. Дано ли нам знать что-то, что можно назвать божественным знанием? Можем ли мы прийти к чему-то, чему по праву обладает Бог? Если да, то эту науку следует называть теологической наукой божественной. И там слово «эпистеме теологике». Впервые в традиции к философии прилагается эпитет теологии. И что должно удивлять здесь? Что человек может прийти к этому знанию. Но что здесь удивляет? То, что это знание превосходит потребности человека, что это знание неутилитарно, и что это знание как бы бесполезно. Бесполезно. Почему здесь употреблён термин «бесполезно»? Именно для того, чтобы показать приближенность философии к божественному знанию, поскольку Богов не интересует повседневные потребности человека. Боги имеют такое эпистеме, которое не связано с вопросами прибыли, каких-то целей, реализации их. А Боги знают ради самого знания. И для источника вопроса, может ли человек это делать? Если он может, тогда он как бы преподнимается над человеческим. Он становится выше самого себя. Он поднимается к бессмертию. В 10-й книге Никомаховой этики тоже эта фраза существует. Что как в силах человеческих, как это возможно человеку возвышаться до бессмертия? И этот вопрос удивления возвращается в 12-й книге, когда он описывает божественную жизнь, то, о чём мы говорили в прошлый раз. Вот он описывает Бога как самомышление, вечное удовольствие, вечная вот эта радость, чистое самомышление. И дальше он говорит, и это наиболее вызывает удивление. Видите, какая архитектура этих книг. Он начинает с того, что философия удивления, что мы ищем первые причины реальности и первые принципы реальности, что поиск этих причин неутилитарен, он самооценен, он бесполезен, потому что это приближает нас к видению богов. А в 12-й книге, когда описывается божественную жизнь, он говорит, а это наиболее вызывает удивление. И если мы хоть отчасти можем к такой жизни прикоснуться, испытать её, то это наибольшее вызывает удивление. Вот так платоновский сюжет удивления обыгран в теологии Аристотеля. Фактически теология — это высшая часть метафизики. Когда человек понимает, что в нём происходит что-то, то, что вечно движет Богом, что вечно приводит божественную жизнь в это состояние радости. Можно сказать, что это сочетание радости Бога и печали, удивление, которое побуждает философство, и то, что даёт нам ни с чем не сравнимую радость. Поскольку этот ритм удивления, философствования, радость постоянно повторяется, это является внутренним мотивом развития человека. Нам не движет то, что приносит нам радость. Нам не движет то, что постоянно нас возвышает над повседневностью, приближает к божественной жизни. А поскольку божественная жизнь для нас недостижима, она неисчерпаема, мы к ней постоянно приближаемся. Мы странники. Мы постоянно к ней идём. Хотя эта тема очень большая, но мы договорились, поскольку у нас же немного лекций, я буду обозначать эти пунктиры. Моя задача была показать, что в античных текстах эти идеи начинаются, но они являются ключом ко всему в детской психологии, к началу философствования, к тому, как мы живём и к тому, как мы можем поддерживать себе этот огонь. Как только перестаём мы удивляться, блекнут наши глаза, нас захватывает повседневность. Нас захватывает эта серость. Это борьба с повседневностью, борьба за постоянно свежие и яркие впечатления. Первый момент, который особенно важен. Ну и теперь мы можем продвинуться дальше. Есть ли у вас вопросы? Может быть, уточнение? У меня есть вопрос по поводу эпистемы. Мы вчера это обсуждали. Какое у греков отличие эпистемы, ну это первая часть вопроса, эпистемы и гносис? И какое сейчас отличие между геносиологией и эпистемологией? Начну с последнего вопроса. Дисциплина возникала гораздо позже. То есть теория познания есть у Платона, у Фома Аквинского, но как отдельная дисциплина, это XVIII век. К примеру, Кант и послекантовский период. И для того, чтобы эту дисциплину обозначить, а немцы были главной философской нацией в новое время, вплоть до конца Второй мировой, когда англосаксонский мир заместил немцев. Так произошло. В результате двух мировых войн приоритет Европы перешел к англосаксону. Так вот, немцы заразили Запад главной наукой теории познания, по-немецки Erkenntnistheorie. Но поскольку был греческий термин гносиология, то уже в позднеантичных учебниках средневековых схоластических и в новое время во многих религиозных учреждениях существовала эта дисциплина в виде многих греческих названий. Например, ноэтика. У меня есть учебники «начал XX века» схоластические, там вот ноэтика идет. Это слово «мышление», ноэсис. Или гносиология. Потому что в XVIII веке, еще в XVII было модно возвращаться к греческим словам. Вот, например, возьмем лебница. «Теодицея», он придумал термин, или «монадология», «монада». И слово «антология», которое возникло в XVII веке. Именно из-за моды на греческие слова. И поэтому эту новую дисциплину иногда стали называть и гносиологией. И во франкоязычной традиции укрепилась больше термин «гносиология». Под влиянием немецкой традиции теория познания. В советской традиции, которая, отчасти, унаследовала немцев, была в основном теория познания, но и гносиология также. Мы это найдем в советских учебниках в разные периоды от 60-х годов до начала 80-х. Но термин «эпистемология», он прижился в англо-саксонском мире. И в начале века и в середине XX века он просто означал особую часть теории познания, связанную больше с теорией науки и с философией науки. Но сегодня этот термин, поскольку англо-саксонский мир главный, то, что делается в лучших англо-саксонских университетах, расходится по миру как инфекция, английский язык победил, как язык международного общения, термин «эпистемология» заместил с собой и теорию познания, и гносиологию. Если где-то он еще в украинском обе жеври, в нашей традиции иногда гносиология, то это еще рудименты, остатки старой традиции. Во всех словарях, во всех учебниках это эпистемология. Эпистемология – это термин, обозначающий теорию познания. Опять же, это модерно-греческие слова. Англо-саксы принудили всех использовать термин «эпистемология». В этом смысле, извините за скучные 30 секунд, я много пишу таких вот текстов, и употребляется термин «эпистемический» и «эпистемологический». «эпистемический» – это тот, что относится к… имеет значение знаний. Там эпистемические акты, эпистемические чувственные или интеллектуальные акты. А эпистемологический – тот, что относится к дисциплине эпистемологии. Например, эпистемологическая постановка вопроса, или эпистемологические проблемы, то есть проблемы эпистемологии. А эпистемические – это то, что относится к знаниям. Вот это вот различие. А если же говорить о вашем вопросе «Отличие гносис от эпистемы», этот ответ требует отдельных занятий. Я принесу в следующий раз несколько словарей античной философии. У греков много слов, обозначающих познание, не только «гносис» и «эпистемы». Это еще… это пару десятков терминов. Пару десятков терминов. Вот помните, я вам в прошлый раз говорил, люди стремятся к знанию. Тут «эйденаин» потребляется. То есть еще один глагол. И еще много-много других глаголов. Я уверяю, что это где-то 30-35 слов разных. И можно сказать, что если читать Платона, так случилось. Потому что у греков не было переводных текстов. Они не переводили. И вот в первых лекциях античной философии я об этом говорю. Они создавали терминологию из обыденных слов. Это самое сложное и непонятное мастерство. Они придавали обыденным словам научного значения. И поэтому в диалоге Платона это большая лаборатория. Вот это таинственное волшебство. Платон как волшебник палочкой придает словам обычным научного терминологическое значение. И так получилось, что именно в диалогах Платона эпистемы стал употребляться самим Платоном как главный слово, обозначающий познание. То есть это слово, которое вбирает в себя другие иерархические понятия. Когда мы говорим гносис, когда мы говорим другие слова, они включены. Сам Платон сделал эпистемы четким обозначением главного понятия знания. Почему он это сделал? Это же отдельное исследование. Здесь мы как бы можем идти за Платоном. Получается, что в его диалогах эпистемы – это главный термин. Там, где эпистемы противопоставляются мнению или другим сферам, отличным от знания, всегда употребляется эпистемы. В Парменида, вы помните, вообще «алетая» была истина. Но вот Платон сделал эпистемы главным термином. Поэтому, отвечая на ваш вопрос за секунду, можно ответить так. Отношение эпистемы к гносису – это отношение более универсального понятия к более частным. Или отношение, скажем, более специально общего понятия познания. Но гносис может вообще выходить на другие сферы. Гносис – это не обязательно теория познания. Гносис – это очень разные сферы. Они могут быть к памяти отнесены, к опыту могут быть отнесены. То есть в вопросах познания эпистемы выбирают в себя гносис. А в других темах гносис может играть очень-очень-очень большую роль. Например, у гностиков, мы говорим, да, гностики 3-й век, 2-й, 3-й век нашей эры. У них гносис был синонимом вообще жизненной практики мудрости. Это главный центр спасения человека от оков тела и от, скажем, связи со злом. Гносис – это тот, кто обращает знания в целостную жизнь. То есть это разные контексты. Вот так бы я мог ответить. Есть ещё вопросы, может быть? Тогда очень кратко сделаем второй шаг. Что же философия? Наука – искусство и не способ жизни. Забегая вперёд, я отвечаю и то, и другое третьим. А именно поэтому… Вот есть это… Сокровник – красивые слова, это ему и меня. Именно поэтому я утверждаю, что философия будет заниматься ближайшие десятилетия, если человечество будет более умным. Если оно будет более инертным, то, может быть, лет через 70-80. Это будет главное занятие всех людей. Потому что за философией большое будущее. Сейчас я попытаюсь это объяснить. Почему? Потому что я, поскольку на плодонике, буду использовать геометрические. Обозначим философию как центр окружности. А другие сферы человеческого знания как точки периферии круга. Круг не идеальный. Немножко завалившийся. Например, здесь может быть религия. Здесь может быть искусство. Здесь может быть наука. Здесь может быть просто практическое знание. И понятно, что искусство может распадаться ещё на другие точки. Там живопись, музыка. А наука на многие-многие другие точки. А ещё есть очень много технических знаний. То есть, например, это. Почему философия находится в центре круга? Что значит платоновский пример круга и точки периферии? Это значит, что вот круга от центра круга существует связь со всеми точками периферии. Это значит, что центр связан со всеми точками и определяет их, поскольку ножка циркуля фиксирует в центре и описывает круг. Почему в центре? Потому что философия обладает всеми языками и может соединять в будущем знании человечества всей достижения человечества в некую целостность. Я приведу несколько примеров. Религия, наука и искусство. Язык философии, с одной стороны, очень близок к языку науки. Почему? Потому что философия и возникла вначале как строгое мышление. Это был прообраз всех будущих наук. Для Аристотеля философия — синоним науки. Ещё для средневековья философия — синоним науки. И, как я люблю повторять, даже для Ньютона. Ньютон считал, что его принципы, его математическое сознание — это вторая философия. В заголовке латинском этого трактата употребляется термин «философия». Потому что традиционный взгляд на то, что физика — часть философии, математика — часть философии. То есть философия у Платона становится строгим знанием. Вот наука отличается от мнения тем, что можно обосновать это мнение. Это процедуры обоснований, процедуры прояснения обоснований, доказательства. Что потом у Аристофеля будет аподектический логос. Доказательность. И в этом смысле отношение философии к наукам — это отношение порождения центра, порождающего центра и порождения. В будущем это никуда не исчезнет. Потому что философы могут говорить с физиками, с биологами, с представителями, естественно, с математиками. И как мы выяснили в прошлый раз, и философы, и математики склонны писать философские трактаты, потому что им не хватает иногда своей методологии. Они пытаются задавать предельно вопросы. Это одна из наших будущих тем. Теперь мы возьмём религию. Здесь ещё более интересно. Это был вопрос, один из вопросов прошлого. С религией интересно потому, что только благодаря философии монотеистические религии вышли на универсальное пространство человеческой истории. Без философии христианство и ислам не стали бы такими универсальными силами. Вся христианская догматика формируется под влиянием философской терминологии. Уже первый Никейский собор 325 года использовал философский термин «единосущий». Последующие соборы прибегали к философским понятиям «природа», «фюсис», «личность», «просуха», «воля» и многие-многие другие понятия. Философия, как искусство строгого определения и доказательства, позволила отцам церкви создать теологию и догматику. Без этого Евангелие не смогло бы быть основанием проповеди по всему миру. Точно так же и ислам. Ислам стал покровительствовать философии уже в 8-м начале 9-го веков. Правда, путь фальсов и был пресечен в конце 12-го века. Но вот эта философская прививка от 9-го до 12-го века четко прослеживается, где аристотель и неплатонизм, то, что определяет отношение теологии откровения к человеческому разуму. Точно так же и иудаизм. Иудаизм, особенно раввинистический период, это схоластическое образование, искусство ведения диспутов, искусство ведения дискуссий, обучение учеников через вопрошание и ответы. Это сократовская практика. Я сейчас скажу какую-то такую очень теоретическую вещь. Но я бы сказал так. В основании раввинистической науки – маевтическое искусство Сократа. Без маевтики Сократа не было бы раввинистической мудрости, раввинистической школы. Это искусство вопросов-ответов. Искусство вопросов-ответов. Поэтому философия обеспечила религиям их место в мире. А есть некоторые религии, которые вообще больше похожи на философию. Буддизм, например. Буддизм – это религия без Бога фактически. Буддизм – это просто философия. Здесь вообще отстирается граница. Получается, что, ну, если есть в современном мире, вы знаете, философия религии, религоведение и так далее, и так далее, и так далее. Они показывают на то, что философия делает возможным диалог религии с миром. Точно так же, как философия делает возможным диалог между учёными и миром. В современном мире увеличивается разрыв между специальными науками и большинством нас, большинством людей. И в этом разрыве трагическом нужны посредники. Эти посредники должны, с одной стороны, обладать строгим мышлением, а с другой стороны, иметь выход на широкие круги людей. Это именно философы, которые могут, с одной стороны, говорить на равных с учёными, а с другой стороны, говорить с простыми людьми, которые не являются учёными. И, наконец, искусство. Я привёл только три примера. Здесь то же самое. Ведь многие деятели искусства были философами, начиная с эпохи Ренессанса. В начале XIX века философия искусства Шеллинга даже рассматривается как главная наука философская. На какой-то миг немецкая традиция возвела философию искусства в ранг высшей науки. Он и пишет целый трактат на эту тему. И философия является посредницей между художником современным и простыми людьми. Он может объяснять, он может показывать те или иные смыслы. Именно он может предлагать те слова и обороты, которые делают понятным искусство обычному человеку. или понятным те или иные сложные романы или сложную поэзию обычному человеку. XX век и XIX прошли под этим знаком. Кто такие литературоведы? Авторы, которые изучают сложные романы и поэзию. Это люди, которые осмысливают произведения искусства. И сами по себе произведения искусства требуют интерпретации. Они требуют посредников. Это заблуждение считать, что художник прямо воздействует своими произведениями. Нужна подготовка. И согласно этой схеме, которую я предложил, развитие... Я сейчас ищу более скромное слово, потому что у меня вопрос на язык. Развитие человечества, развитие цивилизации. Подскажите более простое слово. Скажем, будущее развития людей... Будущее развитие человека. Будет возможно только в том случае, если каждый день, каждый месяц возрастающая сложность знаний, наук современных, усложнённость современного искусства. Если будут существовать способы, это сложно многообразие соединять в целостность и подавать всем людям. И именно философия единственная и может это делать. Именно она средство собирания в целостность очень сложных и разрозненных знаний. Конечно, это могут делать и сами учёные, когда пишут популярные книги по физике, математике или биологии. Но опыт показывает, что здесь возникают определённые сложности. Сейчас я не буду об этом говорить. Нужна философская подготовка. Помните прошлый раз, чтобы не делать быстрых шагов от каких-то утверждений к далеко идущим следствиям, например. Какие-то данные нейрофизиологии, свободы воли и не существуют, и я не существует, и сознание не существует. Вот к этому склонны многие естественники, многие учёные. Они так увлекаются своими открытиями, что делают такие вот потрясающие выводы, что, оказывается, мы вам рассказываем, что у вас нет сознания. То есть это большая опасность. И философское образование, вообще философия, позволяет собирать все знания, опыт, искусство, религиозный опыт, которое создаёт человечество некую целостность, потому что философия находится в центре. Оно находится в центре исторически, потому что из философии всё возникло. И оно находится на уровне содержания сегодня в центре, потому что философия – это посредник, который связывает языки религии, языки науки, языки искусства и языки практических умений каждого человека. Если философию отрицать и убрать её, то в таком случае всё будет разрознено, фрагментаризировано и похоже на зеркало, которое разбили тролли в начале «Снежной королевы» Андерсена. Когда зеркало разбивается на мелкие части, и у нас нет картины мира, у нас есть мелкие осколки зеркала, которые не позволяют нам ничего увидеть, возникает некий распад. И завершая этот второй момент, что я контролирую время, хочу сказать, что почему трилемма – наука, искусство или образ жизни на самом деле ложная трилемма. философия может обращаться и быть для тех, кто жаждет строгого доказательного знания наукой, но одновременно на втором шаге, предлагая этим людям также и понимание философии как искусство, а мы видим, что порождение знания в другом – это искусство, и не может быть вызвано техническим образом. Многие философы обладали блестящим стилем изложения и даже получали Нобелевские премии за форму изложения. И некоторые философы были блестящими стилистами. Могу называть много примеров, начиная с Платона. Мы установили, что Платон – великий художник. Платон – великий художник, но также и многие авторы, вплоть до Ницше, до философов XX века. И, наконец, философия может предложить современному человеку также образ жизни, потому что, поскольку мы в потенции каждый из нас философ, то сознательное существование – это философский образ жизни. Биос – философикоз. Раз философия позволяет нам постоянно развиваться, постоянно двигаться вперёд, значит, тот, кто живёт осмысленной жизнью, живёт философской жизнью. И нельзя делить одно, другое и третье. Поскольку философия так случилась, под влиянием схоластики средневеков и немцев, превратилась в академическую науку и пришла в университеты, она должна выступать в одном из обличий. Но поскольку философия крайне необходима для современного человечества, она должна помнить о своих трёх главных лицах. Потому что философия только как наука, а не как образ жизни и как искусство. Это философия мертва. Она, в конце концов, подтасовка. Потому что, если она не образ жизни и не искусство, а ведь нечто наукообразное и только наукообразное, оно не сможет удивлять и переводить в движение человеческие умы и сердца, не сможет влиять на людей. Это та реакция, которую мы встречаем по поводу философии сегодня у большинства людей в честь стереотипов, которых мы должны ломать. Что философия, ну какая же это, что это, наука? Ну, я помню, нам в политехе вбивали эту науку в голову. Мы помним, это травма, травматизм с изучением философии связан. Философию под марксизм, ленинизм подавал философию как научное мировоззрение. Хотя это было, конечно, религия, но это научное мировоззрение. В конце концов, у Карла Ясперса даже есть, как вы знаете, отдельное произведение, которое называется «Философская вера». Ясперс был человеком, ну скажем так, нерелигиозным, в традиционном значении слова. Он отвергал христианство или любой монотеизм, критикуя его за исключительность, за то, что они претендуют заменить собой всю истину. Но говорил о том, что философская вера должна заменить современному человеку религию. Усунь приходит к каким-то античным источникам. Но это религия в таком варианте, который может быть ближе к буддизму, может быть ближе к чему-то другому. Это религия, которая не требует от нас слепого принятия чего-либо на веру, а которую вот эту платоновскую практику обоснования логосов должна учитывать. То есть это осмысленная жизнь, осмысленное существование, что очень важно. То есть вот поэтому, исходя из этих трёх вещей, и когда мы говорили с вами в прошлый раз, что искусство заступает в место религии, мне кажется, что это место философии. Место философии, которое объединяет все эти направления человеческой деятельности в единый центр. Из этого центра позволяет всем нам понимать друг друга. Вот видите, как часто не понимают там учёные друг друга, биолог и теолог, они не понимают друг друга. Или медик и этик. А где посредники? Философ. Или юрист и этик. Да, или те, кто занимается экологическими вопросами, и те, кто занимается экономикой жёсткой, которая ориентирована на прибыль. Здесь должны быть посредники, которые их словари могут соединить в диалог, в диалог вопросов и ответов. И это именно язык философии, который может быть строгим, и здесь он может говорить с экономистами, с юристами, с биологами, и в то же время говорить о ценностях, о духовном измерении. Я в русском переводе почти нет произведения этого автора, я назову ещё одного человека, Эрц Тугенхад. Это ученик Хайбега, который нашёл от Хайбега к тихвалову. Тугенхад. Немецкий философ. Лет десять назад у него вышла книга по мистике, хотя он является абсолютно секулярным и неверующим человеком. Он там рассматривает мистический опыт как центр человеческой жизни. Причём он не говорит, что мистика обязательно связана с религиозностью человека. Мистика, мистический опыт, он определяет так. Это когда глубина моего Я соприкасается с глубиной мира. Это соприкосновение моей глубины с глубиной мироздания. А когда это соприкосновение происходит, тогда и возникает мистическое переживание. Это и есть философский опыт. Поскольку философия даёт целостный подход к миру, она порождает также не просто философский образ жизни, но и мистический опыт, который не обязательно должен быть религиозным. Вот об этом я ещё и ещё раз должен подчёркнуть. Потому что слова мистика, религия — это такие клише, которые нужно отодвигать. Вот я сделал второй шаг. Я вижу, что я вот этот третий момент, целостное знание, сегодня не успею раскрыть, мы это перенесём на следующий раз. Начну только об этом говорить сегодня. Есть ли у вас вопросы по этому поводу? Это трилемма. Наука, искусство. Отчасти я иду от первой части своей книги, от первого раздела, но его раздвигаю, как бы даю больше конкретики и больше примеров. Да, пожалуйста. По поводу удивления. Присутствие удивления. Если в каком-то философском течении, соприкасаясь с ним, у нас возникает удивление, то мы можем сделать какого-то ухода. Ну, как в нём шатре есть. Правильно я понял? Удивление двигает, это движущая сила. Ну, а бывающий человек соприкасается, у него этого удивления нет. Он может просто не понимать, получается. Ну, то есть, как... Получается, я не всегда могу отвлкнуться от того, что если меня удивление не вызвало, да, или на философском концепте, то она может быть подлинная, просто я как бы не дотягиваю. Получается так. Можно сказать потом, просто пока не произошло встречи. А когда встречи не происходит, может быть много причин. Может быть, философ недостаточно удивляет. Может быть, вы ещё не вспомнили детский опыт удивления и не научились подлинно удивляться. Но это очень важно. Это, знаете, происходит на уровне психологии и физиологии между людьми. Я это постоянно замечаю. У меня это часто, ну, не часто, к сожалению, не часто случается. Ну, например, были случаи, не буду называть имён. Я провожу какой-то семинар в рамках какого-то, или культурного проекта, или где-то на занятиях в других местах. Встречаюсь с коллегой, которая читает после меня. Или где-то в кафе, или где-то в парке. И через 5-10 минут с полуоборота мы зажигаем друг друга. Возникает общение, которое, ну, остаётся потом на всю жизнь. И я даю этому человеку очень много, и он мне очень много. Это взаимное обогащение. И для того, чтобы нам завестись, нужно было просто несколько фраз. Мы входим в какие-то общие темы. В данном случае это была тема музыки. И тема, там, теории музыки. О композиторах мы говорили. О музыке барокко мы говорили. А я говорил о философии. И оказалось, что музыка... Я говорил о сколастике, это коллега, девушка услышала. Она говорит, что барокко — это таким же образом риторический и по принципу диалогов Платона построенная речь. Композитор музыки барокко, он хочет убедить и хочет показать, разложить и говорить со слушателем. Композитор ведёт диалог. И сразу перебросился мост между философией и музыкой. И сразу вот эта вспышка возникла, хотя мы проговорили на переменке перед её лекцией 15 минут. А это было три недели назад, и до сих пор под впечатлением от этого разговора и до сих пор это осмыслит. Это пример того, что, например, можно удивлять друг друга, но самое главное — это пример детства. И здесь наблюдение над собой. Я, например, знаю свою жизнь, вы знаете свою. Как мы к чему-то приходили — это тоже очень важный опыт. Как человек приходит к философии, как он приходит к каким-то удивительным вещам — это тоже важный опыт. И когда мы это начинаем понимать, мы понимаем, как это работает. А это работает иногда… У меня есть даже несколько эсэ на эту тему, когда я вспоминал о своём детском опыте. Для этого нужны люди, какие-то мгновенные события, которые сразу не воспринимаются как жизненно определяющие. Изначально, вначале, мне кажется, случайными. Их всегда много, это веер событий. И только спустя 5, 10, 15 лет ты понимаешь, насколько эти случайные тогда, казалось бы, события были судьбоносными, и как они тебя формировали. А формировать может просто то, что взрослый человек всерьёз может заинтересоваться написанным ребёнком страничкой какого-то стихотворения или текста. Или какой-то там мудрый старец, вот, например, мой дедушка, сказал, о, как идея, ты начинаешь писать. И строил такую игру, что он меня поощряет, он читает, разбирает мои произведения. Я начал писать с 7 лет, почти в конец, 6-7 лет. И всё это было, ну, полная ерунда, если глядеть сегодняшний день. Нашёлся кто-то, кто не отвергает и сказал, как это важно и интересно. Ну, например, или повёл тебя в галерею в первый раз, или объяснил тебе впервые, что происходит в театре, например, моя тётя. Или просто общение художников, я вырос среди художников. Запах масляных красок в мастерской отца и влияние картин, которые я видел. Или натюрморт с драпировкой, которые писал отец и рисовал, которые я просто видел краем уха. Или скрипичные концерты, в которых я участвовал. Запах канифолий, запах смычка. Это всё складывается, то есть от запахов до слов складывается в общей картине. Проблема возникает в другом. Проблема возникает в том, что в современном мире, когда люди изолируются дома, вот, например, я смотрю на детей, даже на студентов современных, они почти не общаются друг с другом. Только люди могут зажечь людей. А просто читая книгу или смотря фильм, или даже если ты видишь все это в гугле, можешь все картины пересмотреть, не знаю у кого. Босха, да? Но пока ты ещё не готов, не нашёлся человек, который бросит три зажигающие слова, и ты по-другому посмотришь на Босха. То есть мы отрезаемся от сфер влияния, от сфер порождения удивления. В виртуальной сети очень трудно порождать удивление, потому что, снова возвращаемся к маэфике Сократа, потому что это живая беседа, живые глаза собеседника, живая речь, живая атмосфера. Её ничем невозможно заменить. И в этом проблема, и проблема будущего воспитания. Это постоянное общение с детьми и молодыми людьми. Это постоянное... Но нас отсекают от этого, и поэтому мы в более сложной ситуации находимся. Вот как это сломать? Выйти на человека, на природу, на прогулки в парке, в галереи, на разговоры. И в конце концов мы перестали вести разговоры. Я родился в культуре, скажем, такая маргинальная интеллигентская культура советской эпохи, когда на разговоры уходило на обсуждение литературы, обсуждение каких-то важных, не политических трёп в социальных сетях, это не обсуждение, а обсуждение серьёзных вещей. Каждая новая прочитанная книга, каждый новый фильм, там, кого-то, не знаю, там, того же Дарковского. Киевская там сфера была особая. Были кинотеатры, где ограниченный был показ, фильм мог идти только там 2-3 дня, стояли большие очереди. Или там был кинотеатр «Дружба», где крутили фильмы, которые больше нигде в Украине вообще не крутили. Или клуб, вот этот вот... Раньше был союз художников, союз кинематографистов, возле дворца спорта он находился. Дом кино. Дом кино, да, дом кино. Просто слово выпало. Где это всё тоже происходило. Или в Доме художников давали абонементы с новейших фильмов. Я там увидел чуть ли не первый или второй показ фильма, ну, сейчас вот я не вспомню, киевского режиссёра очень известного. Армянская фамилия. Параджанов. Нет, Параджанов, а то я вспомню хорошо. Балаян. Балаян, да. Фильм Балаяна, который фактически вот он второй или третий раз нам был показан. Казалось, фильм не... Вот эти вот вещи, они... Мы выросли из разговоров. Сейчас разговоров меньше, и не понимают люди их природу. Потому что удивление создаётся вот запахи, цвета, но они должны быть опосредованы объяснением. Желательно, чтобы дедушка говорил с внуками или внучками. Потому что папа и мама, они слабое звено, да, они должны обеспечивать телы. А вот главное отношение, да, вот главное отношение, но мудрые дедушки и мудрые бабушки с внуками и внучками, которые передают эту мудрость, и тот опыт, если они им обладают, они передают их. Ну а мы, преподаватели, должны быть этими бабушками и дедушками уже с самого начала. Двадцатилетними бабушками, тридцатилетними, там, сорок лет. Потому что мы в этой ипостаси, да, мы должны восполнять то, чего нет в семье, но это вообще трудно. Да, ещё вопросы, пожалуйста. Вы сказали, что для этого нужно выйти за пределы Логоса. Это Вы, что я имею в виду? Именно это я имею в виду? Когда Вы имеете в виду? Да. Да, запахи, образы, звуки, манера поведения. Понимаете, в чём дело? Я вот реагирую, вот Вы поняли, о чём я говорю, но я проиллюстрирую это так. Вот советское телевидение, ужасное, ну вот эти все на поле. Ну кто смотрел там, новости смотрели автоматически. Но там был ряд людей с умными лицами и с умными речами. Было очень много образовательных программ. И ребёнок, и приглашали там академиков разных, приглашали разных там деятелей культуры. И ребёнок видел другие лица на экране. А представьте сейчас ребёнка, который в своём окружении этих лиц не видит. Хотя он уважает своих родителей, но потом понимает, что ну, ну, мама, папа, куда же их делать? И телевидение не показывает эти лица. А сам он, на самом деле, в Ютубе, в Гугле не знает, где искать. Он же не может набрать «умные лица», например. В Ютубе. Может, но и поправку не видят. Ну так мама видит умные лица, да. Ну, умные лица, может, не удачный оборот, скажем, мудрых людей, которые могут чем-то поделиться. Телевидение их просто изолировало, оно их не пускает. Оно их не пускает фактически никуда. Их нет во власти, да. Вот видите, помните эти лица наши во власти. Вот 25 лет, а ещё советские. Вот они сменяются, а лица печатают в одном и том же месте. Вот где-то их берут, где-то в каком-то магазине их покупают. И получается, что, и когда молодые, не имея этот опыт, опыт простого эмоционально, скажем, физиологического опыта, просто опыта присутствия человека, который порождает даже ничего не говоря, другое ощущение. Это человек может просто ничего не говорить. Вот здесь есть такое слово тоже, по моему, приманное. То есть очарованность. Очарованность. Они говорят только удивление, а очарованность. Очарованность миром или очарованность другим? Очарованность другим. Очарованность другим. Это когда рассказывал, как Халифу Аль-Мамуну явился Аристотель во сне, что сел мужчина на кровать, написал его, как он выглядит и выглядит. И когда он сел на край моей кровати, Халиф Аль-Мамун рассказывает, меня наполнило чувство благоговения. Еще есть такое слово. Благоговение. И потом, когда я спросил, кто ты, он сказал, я Аристотель. Ну и дальше пошел разговор. Это считается провинциальный сон, который заставил Халифа Аль-Мамуна создать школу переводчиков. И вот сирийские христианские переводчики стали переводить неоплатоников, а Аристотеля. Возник такой центр эрипатетизма арабский. Это начало 9 века. Вот это такой провинциальный сон. Вот чувство благоговения. Аристотель еще ничего не сказал. Но это было не день, это был сон. Он просто сел на край его кровати, и его наполнило чувство благоговения. Вот это тоже очень важно. А как рождаются люди, дающие чувство благоговения? Только через вот этот интенсивный опыт. Это отражается на физиологии, на лице, на морщинах, на движении глаз, на мимике, на всем. Это неподдельно, когда ты видишь, что человек не играет роль кого-то, не играет роль мудреца, а он на своем опыте, как бы физиологически это отразится. Он стал статуей, он стал скульптурой, он стал символом, образом такого образа жизни. И с таким человеком даже не нужно вначале говорить. У Сократа было другое. У Сократа было на сколько величия, что он скрывался за комической маской. Поэтому многие писали, авторы, о маске Сократа. Кстати, у меня есть, сошлюсь и, может быть, перешлю, очерк. Это наблюдение на живание реалия, как Платон в пире прячется за одной из масок. Это не главная часть именно речи Сократа, а речь совсем другого человека. И там тайное неписанное учение отражается в мифе об Андрогине. Если этот миф об Андрогине читать по-гречески, то там идут терминологические отсылки к неписанному учению о принципах бытия, об отношении монады и диады, об отношении математической структуры мироздания. И здесь как бы Платон придумал такой жест. С одной стороны, он вкладывает Сократа в уста. Главную речь о пути к красоте Сократ рассказывает о диятиме, о том, что он научил искусство любви. Но свою тайную философию он вкладывает не в уста Сократа, а в уста другого собеседника, но в виде намёков, вот этих вот символов и так далее. Так, может, ещё вопрос, так я смотрю, чтобы мы... Тайную философию. Да, да. Ну, что-то ещё, да, закончилось, пожалуйста. И по поводу роли философа, как связующего звена между разными другими, я не знаю, не скажем, участниками, ну, там между... Да, между, скажем, учёными, религиозными людьми, детями искусства. Да, есть такой момент, что он действительно может быть этим посредником, но это они его должны признавать тогда и одни и другие. Как-то в реальной жизни получается так, что они говорят, ну, ты там занимаешься непонятно чем, давай мы лучше между собой обсудим, мы-то реальные дела делаем. Вот. И вот у Платона, у него, насколько я правильно помню, там говоришь, что, ну, философы сами править не хотят, мы их заставим, да, если чувство долга перед отечеством. Ну, мне интересно, то есть вы назвали вот 10 лет или там 70 лет, мне интересно, какие есть реальные механизмы, чтобы философ действительно оказался на таком месте, что его будут уважать, ему будут прислушиваться, вот, он сможет реально повлиять на то, что повлиять он может, но не всегда даже хочет, когда ему нравится и так. Самому как бы и философа где-то в стороне. Подружиться с тираном. Подружиться с тираном – это ответ Макьевея, это переосмысление тезиса Платона. Платон говорит «править должны философы», а Макьевеле говорит «править должны философы, но влияем на тиранов, не на тиранов, а на правителей». Это просто другая тема, это другая тема, но, если кратко, философ, естественно, должен обладать какими-то познаниями в этих сферах. Это зависит от его воспитания, от его культуры, начиная с детства. Это вопрос о том, когда начинать преподавать философию. Если философ должен знать язык и науки, и религии, и искусства, значит, он должен пройти длительный путь образования. Это не может быть 6 лет в университете. Это должен быть заложенный путь с детства. И вот здесь вопрос, когда изучать философию, в предисловии указал на несколько фактов. И в газете «День» как-то есть там «Нужно ли преподавать философию в школе?» называется. Но это отрывок из предисловия книги. Я там привожу примеры, когда кто подходил к философии. Вот Фома в 15 лет вынужден был. Например, будущий кардинал Ришелье еще в более раннем возрасте. Он был в коллегии, читал в оригинале Аристотеля, ему было в районе 11-12 лет. Гегель читал Канта «Критику чистого разума» в 16 лет. Чарльз Пирс, выдающийся философ, читал 3 года подряд «Критику чистого разума» в 16 лет. Причем под руководством своего отца, выдающегося математика, учителя Джона Стюорта Милля. И он потом еще несколько лет с ним несколько раз в неделю обсуждал «Критику чистого разума» Канта. Представляете? То есть человек Кантом зарядился, сколько лет он это читал. То есть мы видим примерный возраст, это 15, скажем, 14-17 лет. Это до университета. И недаром в главных таких, ну, в развитых странах Европы изучают философию именно на этой стадии. Если брать Германию, Австрию, Италию, Францию, я только называю эти страны, то лицеи или гимназии преподают философию. В очень таком серьезном виде. Я видел итальянские программы, 3 года изучают философию. Причем изучают тех авторов, которые, вот, университет, там, 20-й век, там, Визгенштайн, Поппер, естественно, первый год, там, Платон и античные авторы. То есть показывают то, что есть понимание того, что это нужно делать. То есть философ должен порождать чувство благоговения, что он может говорить на этих разных языках. Это способность говорить на всех языках. То есть, получается, ну, вы должны воспитываться уважением к философии и средствам, когда в какой-то момент это перейдет в уважение на философию? И воспитываться, и работа над собой, и понимание, что ты не можешь быть, только жить искусством или жить наукой. А что философия — это вот три триада. Это наука, искусство и образ жизни. Искусство же никогда не завершается. Искусство всегда совершенствуется. Художник или композитор, или исполнитель, или скрипач. Он никогда не останавливается. Поэтому нельзя быть там. Я получил философское образование. Самая нелепая фраза, которую я когда-то слышал. Он получил. Но я работаю не по специальности ещё. Так происходит, да, ну что. И правильно, и правильно. Главное, чтобы это продолжалось. Спасибо. Так. Нет, ну это уже лет какой-то стал. Потому что я помню, что я к этому поступала, например. Ну это 80-е годы. То есть я не поступала на философию, потому что я считала, что это идиот. Ну, а для умных людей это математика. То есть это я была на дух своего времени. Математики ближе всего к философам. Но философия вообще не котировалась, скажем так. Ну потому что её не было. Её не было. Потому что те, кто занимались философией в стране, шли вопреки. Ну да. То есть программа там уже осталась. И нужно осознавать, какую нужно пройти дистанцию для того, чтобы как-то и школу. Ну нет школ философских у нас здесь сейчас ещё. То есть это проблема. То есть мы даже, вот вы говорили, что в Европе, но мы долгое время, даже когда готовили в Европе лекции, брали гимназию в Хорватово-нарисковате. Хорватскую гимназию тут, на школу. Там тоже? Ну я имел латин, классическая гимназия у нас имела латин, греческий, философию, логику, социологию и психологию. И мы бы учебникам гимназии готовили её в начале. Причём, вы понимаете, детям же не всегда приятно всё это изучать, согласитесь? И здесь возникает такой интересный момент, чтобы не занимать время. То есть кратко, это одна из таких тоже дилемм очень сильных. В каком-то смысле изначально, в начале образования это насилие. Это тонкая форма насилия. Потому что часто детям не хочется вообще прикладывать к чему-то усилие. Понимаете? А потом методика должна быть такой, что это тонкое насилие должно переходить в удовольствие. Ребёнок должен понимать, что ему это начинает нравиться. Но иначе для большинства многие дети подхватывают, и им это интересно. Но ещё большее количество детей требует дисциплины. Вот это основное слово Канта. У него слово «дисциплина» и «дисциплинирен» — это описание цивилизации. Цивилизация начинает от поведения за столом, поведения на улице или в доме, и кончая поведением с другими людьми и заканчивая правом и политикой. Во всём дисциплина. Потому что мы естественным образом ещё не дисциплинированы к тому, чтобы вести разговоры, быть справедливыми судьями, умелыми политиками и так далее. Поэтому, да, конечно, ребёнку, если впихивать ему там, скажем, читая Платона, ему 12 лет, это насилие. Значит, да, но это должно быть искусство насилия. Искусство насилия. Принуждение. У них тоже хорошая методика. Они от детей, вот когда она берёт на обучение, они сначала их заставляют заскуривать тексты. Старая сколастическая традиция. И когда только они их заскурят, потом они уже когда-нибудь подрастут, начинают их обсуждать. То есть оно вообще идеальная методика. Опять же, это от большого уважения к этим школам. Вот что такое спецшколы британские? Тот же ИТОМ. Ну, какому молодому человеку захочется утром в холод, с голым торсом делать пробежки, в грязи это рэкби, потом цицерона читать по латыни и читать гомеро по гриму? Ну, кому это хочется? Ну, что мальчику хочется больше? Ну, играть там. Но эти школы обладают таким авторитетом, и понимают, что это лучшая школа. И туда детей посылают, чтобы они мучились это. Они становятся маленькими монахами. А там у них еще холодно. У нас тут с вами тепло. Мы живем не по Итанумским. Там еще холодно. Они спят в очень аскетических вещах. Их заставляют стирать различия. Если ты сын короля, если ты принц, это просто другой человек, вы равны. Их учат не подчеркивать свое богатство или свой род, свою родовитость. Все они живут в аскезе. Есть много воспоминаний от бизнесменов, новых русских, они туда попадали. И как их учили их одноклассники скромности. Их все там унижали, над ними издевались. Учили их прятать вот эти фирменные вещи, прятать эти лейблы. Потому что это было неприлично. Эти школы учат, потому что это неприлично. Но для этого нужно, чтобы школа обладала авторитетом. Тогда это насилие, вот мы завершаем на позитивное, не на слове утонченное насилие, а на том, что насилие воспринимается как счастье, как благо. Если за ним стоит авторитет, и за ним стоит уважение к той институции, где будут на тобой это насилие чинить. Я сам. Даже на других ты видишь. Результат иногда трудно, скажем. Ну да, итан — это исключение из правил. Но должны быть украинские итаны тогда. То есть если не научить аскезе, то в конце не считать. Правда. Аскеза — это их духовная аскеза. Это самоконцентрация. Умение сидеть в углу и думать. Мы об этом говорим. Хорошо. Спасибо большое. На сегодня... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ